Знакомьтесь, Марка, Фомка, Айва. После первого отела корова получает имя. Называют на ту же букву, что и месяц ее рождения. Внимание, вопрос программы. В каком месяце родилась лыжня? Первые петухи пропели, я не думала идти, да ой, а ой, лёли, да я не думала идти, да я. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Ивлева. Вы смотрите программу «Край аграрный». Наши истории о сельском хозяйстве края будут полезны даже тем, кто далек от работы на земле. Но в магазины за продуктами заходит каждый день и чужой труд уважает. Сегодня в выпуске. Пока одни сгорают на пляжах, у других работа горит в руках. Как обеспечивают молочными продуктами армию туристов? Очень большая ответственность. И далее молоко у нас идет в танке. Зачем на заводе танки и чем летний творог отличается от зимнего? Микрозелень и макропольза. Я в последнее время стал высыпаться за пять часов, сбросил вес. У меня появилось настроение хорошее. Для чего становятся микрофермерами? Познакомимся с новым трендом в растениеводстве. Значит, смотрите, стараемся укоренять срезом на юг. Розы прививают любовь к природе, а шипы – уважение. С уважением рубрика «Сельсовет». Лето – пора горячая не только для растениеводов края. Пока они бьются за урожай, животноводы, поверьте, тоже не на морях загорают. Их подопечным буренкам знойная погода не по вкусу. На дои могут упасть. А позволить этого нельзя. Во-первых, в регионе каждая тонна молока на счету. Во-вторых, в курортный сезон обеспечить качественной молочкой нужны не только жители Кубани, но и гостей, туристов и курортников. Как справляются? Мы отправились на побережье и узнали. Самое яркое солнце России. Самые длинные песчаные пляжи. И самый резкий приток туристов стоит только прогреться морской воде. Все это Анапа. В ней живут 80 тысяч человек. А вот отдохнуть и поправить здоровье только в прошлом, в 2018-м, приезжали 4 миллиона. Город еще называют республикой детства. Здесь больше всего санаториев для юных курортников. У них особое меню на вырос. И без молочных продуктов не обойтись. Они должны быть максимально свежими, буквально только с конвейера. В самой курортной зоне производство не запустишь, поэтому перемещаемся. Например, на 40 километров от побережья, в Джигинку. Здесь живут те самые коровы, чье молоко поставляют в несколько санаториев. Ухаживают за буренками люди опытные и неравнодушные. Очень серьезная ответственность в первую очередь. Надо чисто подоить, чисто отправить на молозавод это молочко. Очень большая ответственность. Породы называются красная степная. Вот они, рыжие, с белыми пятнами. Не удивляйтесь брюнеткам в стаде. Иногда гены далеких предков напоминают о себе таким окрасом. И все-таки именно красная степная для этой местности хороша. Формировалась порода с самого начала, в степной зоне, с засушливым климатом. Корма требует немного, а надои достойные. Что у коровы на языке, то и в молоке. Это вам каждый животновод скажет. Поэтому у буренок свои требования к меню. Это смесь силоса и... Силоса сенажа. Кукуруза, кукуруза вот скошенная и свежая кукуруза, скошенная силоса. А что на молоку хорошее было? Что самое важное? Сочная корма. Сочная корма нужна. То есть это скошенная кукуруза в данный момент? Да, в данный момент скошенная кукуруза, вот зелененькая. Сенаж, силос и комбикормы сочетают в оптимальной пропорции. Зимой и летом рецепт не изменен, чтобы желудки не расстраивались от незнакомого рациона. Что, нет, с рук не берешь? Ты меня опасаешься? Я тебе не вызываю доверия у тебя? Я же вижу, ты облизываешься хочешь. На, самый смелый. Кто будет? Комбикорм едят. С ваших рук они едят, а с моих нет. Все понятно. А еще совсем как детям, коровам дают леденцы, точнее лизунцы. Соляные глыбы, которые обогащают организм йодом и микроэлементами. В стаде 1400 голов. Далеко не все дойные. Есть и нетели, подрастающая смена. И совсем малыши, которым тоже часть надойного молока достается. У нас сытый. Красота. У нас сытый, спокойный. Да, сытый, да. С рождения и до 10 дней тут находятся. Они от своих мамашек, и мы их кормим индивидуально. Кормим их. И после 10 дней переводим в общий телятничек другой, где они по баскам по 5 штук, погруппируем их. Девочки отдельно, мальчики отдельно. А мамы коровы в это время как раз на дойке. Первая была еще в 4 утра. Мы ее давно проспали. А вот на вечернюю к 16 часам успеваем. В сутки здесь получают 3,5 тысячи литров. И как можно быстрее отправляют в переработку. От молочной фирмы до завода всего пара километров. Это приемочное отделение, куда поступает сырое молоко. Через окошко мы подаем приемочный шланг, и далее молоко у нас идет в танке. Не удивляйтесь, военная техника тут ни при чем. Танкам в молочной промышленности называют емкости для молока. От английского tank – бак. В танках молоко охлаждается и хранится пару часов до переработки. А какой объем переработки в сутки? На данный момент у нас где-то в районе 3 тонн в смену. Оно проходит какие-то специальные анализы? Конечно. Мы делаем первичный анализ молока. Мы исследуем его плотность, жирность, чистоту молока, его кислотность. Хоть рацион коров и не изменен, и сюрпризов молоко не преподносит, но производственная наука требует, чтобы танков было два. И пользовались ими, поочередно промывая от аромата предыдущей партии. Хоть у нас своя ферма, но молоко, как сказать, оно имеет разный вкус. Что съела корова, такое имеет вкус. То есть молоко бывает, допустим, с каким-то пряным запахом, привкусом, ароматом. Бывает, если какую-то траву съест, то это какой-то может быть сладковатый такой. То есть это как бы от партии к партии идет отличие. Дальше оно поступает по северационно-оходительную установку. Где оно подогревается до нужной температуры, идет на сепарирование. Она как раз вот за нашей спиной будет. Да, да. Вот. На сепараторе оно нормализуется. Когда потребителю говорят, что молоко нормализуется, что это значит? Это значит, что это нормализуется по нужной концентрации жира. То есть если у нас молоко приходит 4,1% жирностью, а на потребительской таре мы указываем 2,5%, то мы до 2,5% должны нормализовать это молоко. Лишние сливки у нас идут на производство сметаны 15% жирности, 20%. И также масло сливочное, христианское, 72,5% жирности у нас идет. Молочная промышленность особенно требовательна к чистоте, потому цех в идеальном порядке. А потребители требовательны к упаковке. Продукция во многом детская. Поэтому рекламным персонажем, олицетворением марки, выбрали фею, да не одну. Вот это вот фея для потребителей младшего дошкольного возраста, а вот это вот фея уже для потребителей старшего школьного и университетского возраста. Кстати, сам продукт тоже отличается по колориту. Не секрет, что летом в рационе коров сочных кормов больше. Свежая зелень делает сливочное масло желтым, а творог – кремовым. Зимой продукты светлее. Все ваши продукты, она абсолютно без консервантов. Да, абсолютно. Никуда мы консерванты не добавляем, никакие стабилизационные системы сюда не добавляем. Здесь только идет натуральное сырье. Это требование санаториев или это ваша принципиальная позиция? Это принципиальная позиция нашего директора. Ну, я как его сотрудник. Так как он хочет именно поставлять в санатории какие-то детские учреждения, именно продукцию настоящую, натуральную, которая… Он всегда говорит, я, говорит, ем эту продукцию и вспоминаю вкус детства. Я пошла работать в такую сферу, потому что я сама по себе очень любитель молока. Вот. И на данный момент я кушаю молочную продукцию, я пью молоко. У меня двое детей маленьких. Они йогурты с большим удовольствием пьют, едят сметану ложкой. То есть… А старший сын у меня вообще любит отколоть кусок масла и его есть, как мороженое. Судя по тому, что продукты этого цеха идут не только в санатории, но и в местные школы. И детские сады – их оценил уже далеко не один маленький потребитель. А есть ли в краю аграрном коровы рекордсменки? И всем ли хватает молока не только летом, а круглый год? Наши вопросы о продукте первой необходимости мы адресовали в управлении животноводства Минсельхоза края. И вот какой разговор получился. Правда ли, что только один наш Каневской район надаивает молока больше, чем вся Ростовская область? Да, это правда, действительно. Это самый крупный производитель молока у нас в крае. Муниципальное образование Каневской района. Они дуют порядка 120 тысяч тонн молока надаивают в год. И это сопоставимо с объемами, которые в сельхозпредприятиях надаивает Ростовская область. Можем ли мы сказать, что мы лидеры Южного федерального округа? И как картина в нашем регионе выглядит в сравнении в целом со страной? Да, Краснодарский край лидер по объемам производства молока. В Южном федеральном округе более того, мы в числе лидеров и в Российской Федерации. Так что касается всех категорий хозяйства, мы на третьем месте в России. А вот по объемам производства молока в сельскохозяйственных предприятиях на втором. Для того, чтобы производить больше молока в веке 21-м, наверняка нужны какие-то новые технологии. Вот что можно отметить, что помогает увеличивать продуктивность? Здесь одними технологиями не обойтись, здесь нужен комплексный подход. Здесь высокий генетический потенциал наших животных, которые способны надаивать 13-16 тонн молока в год на корову. И это не сказки. В частности, наши лидеры предприятия «Родина Каневского района» за прошлый год надоело около 13 тонн молока на корову. Причем это не единственное хозяйство. У нас в лидерах также Учхоз Краснодарский и целый ряд других предприятий, кто надоел за прошлый год от 9 до 11 тысяч тонн молока на корову. Безусловно, кроме технологических подходов, важное значение имеет кормовая база. Расчет идет не просто по основным показателям, расчет идет на микроэлементы, на витамины. Сегодня корова – это фабрика молока, и нужно сбалансированный подход к ее потребностям. То есть все, что корове нужно, она должна получить. И, конечно же, связь науки с производством. Наш аграрный университет и Центр по зоотехнии и ветеринарии проводят активную консультативную помощь, работают в тесном тандеме с нашими производителями. И только слияние воедино всех этих трех составляющих позволяет добиваться высоких результатов. Летом, как говорят, надои всегда падают. Мы сейчас немножко проседаем по этим показателям или беспокойство преждевременно? Но у нас, к сожалению, не Ленинградская область и не Кировская, где лето достаточно прохладное и благоприятные погодные условия создаются для животных. В Краснодарском крае, вы сами понимаете, летом жарко, поэтому традиционное некоторое снижение объемов производства молока отмечается. Однако, что касается уровня его производства в целом и в частности по отношению к прошлому году, то здесь никаких проседаний нет. На сегодняшний день мы доим на 133 тонны молока больше, чем это было на аналогичную дату прошлого года. Выросла продуктивность, это 20,7 килограмма на корову суточный удой составляет. Это на килограмм 200 грамм больше, чем было в прошлом году. То есть наши жители и гости могут быть полностью спокойны, мы обеспечим их молоком собственного производства. Смотрите далее в нашей программе. Микрозелень и макропольза. Я в последнее время стал высыпаться за 5 часов, сбросил вес, у меня появилось настроение хорошее. Для чего становятся микрофермерами? Познакомимся с новым трендом в растениеводстве. Значит, смотрите, стараемся укоренять срезом на юг. Розы прививают любовь к природе, а шипы – уважение. С уважением рубрика «Сельсовет». Кубань – лидер страны в цифровизации сельского хозяйства. А еще у нас печеньки вкусные. Самые разные новости отрасли в нашем обзоре. И прямо сейчас о том, что еще интересного происходит на полях края аграрного в нашем обзоре. Краснодарский край в лидерах страны под темпом цифровизации сельского хозяйства. Регион показывает высокий уровень развития технологий и внедрения цифровых решений, отметили в Минсельхозе России. Такой вывод сделан после исследования 85 субъектов государства. Первую ступень пьедестала мы разделили с Алтайским краем. Кроме полезных разработок на местах аграрии вскоре смогут воспользоваться и сервисами национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». В том числе эффективный гектар, агрометеопрогнозирование, телеагроном, аграрный вуз и другими. Кубань приступила к уборке сои. 200 тысяч гектаров полей засеяли этой культурой в 2019 году. Переработку ведут семь комбинатов. Кроме того, в этом году в рамках Сочинского форума подписано соглашение о строительстве завода по глубокой переработке сои в Тимошевском районе. За продуктами глубокой переработки «Будущее». За них на рынках страны и зарубежья можно выручить больше и спрос выше. В Денском районе заработал кондитерский цех. Он производит тонну печенья в сутки. Предприятие открыли в станице Новотитровской. И это, кстати, тоже детище Сочинского форума, но 2018 года. В цехе 50 рабочих мест, они уже заняты жителями района. А теперь задача найти постоянные рынки сбыта. Есть планы не только снабжать бисквитной и песочной выпечкой магазины края, но и на экспорт замахнуться. В Уст-Лабинском районе тем временем прошел День поля. Уже отцветающие подсолнухи, пожелтевшие соя и кукуруза. Может быть, не слишком ярко выглядят на телевизионной картинке, но для аграриев это приятнейшее зрелище. Значит, урожай удался. Они оценили показательные посевы и обсудили стратегии работы. Вице-губернатор края Андрей Коробко сообщил, что регион дополнительно направит 40 миллионов рублей на развитие элитного семеноводства. Это нужно, чтобы подавляющая часть семян стала отечественного производства. И мы не зависели от экспорта. Более того, сами продавали сырье и продукты в другие страны. А теперь наш рассказ о тех, кто рад самым маленьким урожаем. Просто они выращивают микрозелень. Предмет интереса всех, кто увлекается правильным питанием и шеф-поваров. Ведь это не только полезно, но и красиво. Можно декорировать любое блюдо. А если есть на рынке спрос, будет и предложение. Мы его изучили. Чего только не встретишь на наших изобильных кубанских рынках. Черешня, абрикосы, кабачки, тыквы, картошка, морковка. А вот такого новомодного явления, как микрозелень, найти, увы, не удалось. Мода на ростки, захлестнувшая западный мир, к нам добирается медленно. Максим Сухацкий, сторонник здорового образа жизни и правильного питания, узнав о пользе микрозелени, невероятно увлекся этим направлением. Снял подходящее помещение и создал собственную городскую ферму. Вот это капуста. Капуста кале. Вот такой росточек у нее небольшой. По вкусу напоминает, естественно, ту же самую капусту, только вкусовые ощущения гораздо ярче за счет того, что росточек новый, свежий. Тема правильного питания. Ну, я уже не знаю, сколько лет, уже даже, может, десятков лет. Я все время у меня в голове. Возможно, если еще будет полезно и другим, если будут желающие, то вообще будет замечательно. Мода на микрозелень появилась в 80-е годы на Западе. Интересно, что первые побеги любого растения имеют концентрированный и характерный яркий вкус. Но по мере роста он утрачивается, и, например, уже обычный взрослый гороховый лист Мало напоминает себя в детстве. Но вся соль микроогорода не в гастрономической ценности, а в энергетической. В микрозелени содержится витаминов в десятки раз больше, чем в обычной зелени, в овощах и фруктах. Потому что на стадии прорастания, когда из зерна начинает пробиваться росточек, много очень энергии и силы заложено в зерне для того, чтобы проросло. Ученые утверждают, что микрозелень приносит макропользу. И объясняют, во время прорастания деление клеток происходит очень активно для этого растения и аккумулирует все питательные вещества. Оно заботится, конечно, вовсе не о нас, а о себе. Но никто не мешает людям этим воспользоваться. Дегустирую все сам, все пробую. Все мне очень нравится, мне помогает это все. Я в последнее время стал высыпаться за 5 часов. Я сбросил вес, у меня появилось настроение хорошее, физические нагрузки очень хорошо переносят. Нельзя сказать, что ростки очень капризные, но постоянный контроль влажности и температуры необходим. В первые дни нежные побеги надо укрывать от света, а потом наоборот освещать. Особенное внимание приходится уделять семенам. Семена везутся из Алтая, Сибири. Есть у нас сейчас производители, поставщики семян, которые поддерживают и увеличивают ассортимент именно для проращивания, для микрозелени. То есть красивые, чистые, хорошие семена без всяких примесей, без лишнего мусора. На этом не остановимся, будем добавлять ассортимент. Вот сейчас, если мы примерно посмотрели здесь около 50 сортов примерно, то есть доведем где-то до сотни, наверное, даже сортов микрозелени. Плюс еще очень такая интересная тема – это цветы съедобные. Таких энтузиастов, как Максим, в Краснодарском крае становится все больше. Дело осваивают и новички, и растениеводы со стажем. Однажды они выходят к массовому покупателю. Обратите внимание, микрозелень на рынке пусть пока и не встретишь. А вот на полках супермаркетов и виртуальных прилавках она уже есть. И пришло время нашей постоянной рубрики «Сельсовет». Полезные навыки растениеводы нашего края аграрного копили годами. А мы их уговариваем со зрителем поделиться. Моя коллега Татьяна Бетева отправилась в питомник, что расположен в поселке Победитель. За новой порцией знаний. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, в этом розаре вы самый удивительный цветок. Спасибо. Расскажите, что вы такое делаете, чтобы ваши розы так свели необыкновенно? Вовремя обрезаем, подкармливаем. Ну и, конечно, такое пекло поливаем. И поливаем поверху. Ну и, конечно, в этом году помогли дожди. Ну это да, в этом году было очень много дождей. А сейчас? А сейчас мы решили размножить нашу розочку, почеренковать. То есть у нас есть клиенты, которые запрашивают розу непривитую, а именно черенкованную. Чтобы не рос этот шиповник. Поэтому мы решили сделать черенкованную розу. То есть мы выбираем вот такой толщины побеги. Сначала, прежде чем отрезать, мы проверяем, отходит ли у нее иголочка. Если иголочка вот легко отломилась, значит смело можно розу черенковать. А можно мне попробовать? Да, конечно. Вот эту вот? Аккуратно, да. Любую. О, точно отломилась. Все. Если она отошла, значит можно черенковать. Если, допустим, вот она не отходит. Угу. Значит слишком молодая. Да, вот видите, она не от этого, не отскакивает. Это отрывается с кусочком коры. Значит, еще нельзя. Мы будем черенковать таким способом. Две почки мы оставляем под низ, две почки наверх. Под низом мы срезаем наискайс, то есть под углом. Вот. Два нижних листа мы обрываем. Именно обрываем, не обрезаем для того, чтобы нарушить немножечко вот здесь кору. Вот, и у нас, соответственно, побыстрее начнется образовывать калус. Здесь мы обрезаем прямо, чтобы меньше было испарения. Вот так вот, сантиметр над верхушечкой. И оставляем два листика. Эти листики мы наполовину обрезаем, чтобы было меньше испарения черенку. Ну, можно оборвать иголочки, ничего страшного. Не вот, можно не оборвать, можно так землю втыкать. То есть вот это вот уже у нас получается готовый черенок. Ну, это очень просто, если не уколешься. И самое главное, у нас получается, что мы ведь нисколько не навредили цветку, потому что мы взяли тот фрагмент, который уже отсвел. Который уже отсвел, да. И, в принципе, далее он будет образовывать обратно с почек веночки, и, возможно, что на осень будет третий цвет. Оксана, вот, ну, хорошо, вот это вот какой-то у вас получается кустовой розовый куст. А есть ли вот такие вот прямо стоящие вот такие? Это не кустовая розочка, это вьющаяся. Вьющаяся, да. Вьющаяся, которую можно пускать на забор, на беседочку. Просто мы стараемся, так как у нас это не беседка, мы ее стараемся подрезать, чтобы она не росла выше забора. А есть ли вот роза вот такая вот, видите, ствольная вот такая вот? Ну вот, вот. Это называется чайно-гибридная. Чайно-гибридная, да. Ее также нужно черенковать? Да, нет, ее абсолютно точно так же, но здесь немножечко будут стволы потолще. То есть вот такие веточки желательно еще не брать, потому что они еще не расцвели. Потому что они еще не расцвели, да. Желательно брать ветки, которые уже либо отцветут, либо отцветают. То есть вот эту ветку можно смело брать. То есть просто сильно толстый, плохо укореняется. Ну понятно, да. То есть желательно карандаш может чуть-чуть толще, но совсем толстый не пойдет. То же самое и способ. И такой же смысл. Вот здесь наискосок. Здесь у нас, да, практически наискосок обрезан. Две ободрали, два листика сразу вот так срезали, оставили. Вот так, раз. Оксана, вроде бы все просто, самое главное знать алгоритм. А теперь давайте посмотрим, как мы ее будем прикировать в песочек. Обязательно. Пойдемте. Здесь вздрыхляем песок. Значит, смотрите, стараемся укоренять срезом на юг. То есть прогревается лучше почечка на юге. Очень хорошо. То есть мы вообще все растение укореняем, получается, в ту сторону. Да, на север. Юг у нас строго теплица расположена. Мы берем и просто наискосок, наверное, под 45, да, под 45. И градусом вот так ее практически ложим до листика. По идее, с каждой почечки должны прямо пойти росточки. Вот. Они образуются. Вот такие вот кустики небольшие. И когда мы будем его выдергивать уже, там будет полностью сформирована корневая система. И потом нужно будет попикировать их в коржки. Ну, или высадить на грядку. Так, а теперь... А потом проливаем. Самое ответственное. И именно проливаем. То есть много? Напором, да. Для того, чтобы не было воздуха, ну, как веточка, песочек прилипло к веточке полностью. Все? Достаточно. Оксана, это получается эксперимент с нашим участием. Пять розовых кустов, которые могут быть из наших рук. Вы растут, да. Заберете? Заберем. Хорошо. Оксана, спасибо вам большое. Спасибо. Приезжайте к нам через месяц, и я вам подарю их. Новые цветочки? Да. А теперь ответ на вопрос программы. Когда появилась на свет корова-лыжня? Точно знаем, что зимой. Таким именем наградила ее сотрудница, которая, ну, очень уважает лыжи. И как раз вернулась в тот момент с прогулки. Иногда мелкие детали помогают разглядеть большие дела. До встречи в программе «Край аграрный». До встречи в программе «Край аграрный».